Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft и я внезапно в Сочи, в гостях у своих сокомайнников Ромы и Курта. Вы видели их снайперские геймплеи от первого лица у нас на канале, под брендом Sniper Sochi. Так вот, у парней очень крутой арсенал и очень крутая личная мастерская. И сейчас вместе с вами мы на все это посмотрим. Генеральный спонсор канала – страйкбольный магазин Airsoft Rules. Мы находимся у парней в их личной мастерской, в которой они тюнят свои привода. Добро пожаловать. Проходи. Это самая основная винтовка снайпера Курта. Замаскированная, готова к бою. По чехлам WSR-10 G-Spec, полностью тюнингованная. Так, это разболтовка. Это у нас комната, называется кинотеатр. Да, вот можно посмотреть. Они тут смотрят кино. Это WSR-10 Full PDI. Это винтовка Сергея Корикова. Я смотрю, что-то знакомое. Был стрим, где он ее собирал. Винтовка, которую собирал Серега Кориков, Full PDI, на базе WSR-10 от TM. Здесь был такой подход перфекциониста. Абсолютно все, даже болтики были заказаны специально в PDI. Ну, получилась очень хорошая штука. Стреляет далеко и точно. Еще к ней глушитель идет, но сегодня мы его не собирали. А теперь пойдем в секретное заведение, где у нас происходят все самые интересные вещи. Это какая-то мастерская Тони Старка. Так. Сразу тут куча винтовок. Самая знаменитая моя винтовка SSG-24. Очень много лет со мной. Тестовая модель, на которой мы откатываем нововведения. Ночная винтовка. Исключительно моя для ночных игр. МТВ от Wolverine. Коротыш с двумя тепловизорами. Очень интересный фонарь. Про него бы отдельно снять обзор. Дальше идет винтовки моей супруги, позывной Малина. Ночная винтовка и ее винтовка. Это ее пистолеты. Покажи, кстати, пистолет. Я этот пистолет много слышал, но вживую его еще пока не видел. Это Маруцин П-99. То есть это замена Сокома? Это не замена Сокома. Это прародитель Сокома. То есть первым появился он, после него появился... Точнее, первым появился он, после него появился Соком. А второй это еще один такой же, нет? Это ноу-блоу-бэк снайперская версия. То есть он тихий? Он тихий. А это штурмовой блоу-бэк. Так, у него затвор двигается, есть имитация отдачи. Очень приятная эргономика у этих. Наша знаменитая МЛ-ка. Нас прозвали Александр Солнцепек. Это вторичка. У нас идет Токио Моруй Скорпион. Внутри стоит ВВД-система Джек Мини. Это самый первый мой привод. Это очень раритетный. НПО АЕК ВАЛ. До сих пор работает. Ни разу не подводил. Очень хорошая машина. Ну и, конечно же, МП-5 Курц. Это безотказная машинка, которая всегда с нами замаскированная. Это наше основное направление. Быть замаскированными. Что за камера? Это новая Runcam+. Готовим небольшой обзор технические характеристики и сравнение с прошлыми камерами. С прошлыми камерами? С этой? В смысле, да. Как понять? Сравниваем ее то, с чего раньше начинался снайпинг. А, я понял. Колесо Сансары сделал оборот, ребят, смотрите. Это новая камера от Runcam. Я так понимаю, по весу там по-любому аккумулятор есть? Или это только стекло весит? Аккумулятор. Там есть свой аккумулятор встроенный. И кнопки зума, смотрите, есть. Как у той камеры, только сверху. Я так понимаю, она зуммируется, да? Да, десятикратно. И вот мы сравниваем именно с этой камерой, от чего начинали и к чему пришли. А вообще, обычно какими камерами пользуетесь для ствола? На сегодняшний день для нас самый топ это Foxeer Airsoft. Это вот те камеры на 50-х линзах. Именно под Spring. И на... Здесь у нас печатаются очень большие глушители на этом принтере. Вот я вижу, что тут у них уже есть какой-то напечатанный глушитель. Я так понимаю, все остальные глушители, которые стоят на винтовках, тоже напечатаны, да? Да, абсолютно. Вот можно увидеть. Но они потому, что очень мало весят, а все равно их будут маскировать. Это наша святая святых, где происходят все основные работы по тюнингу наших винтовок. Доработка, доведение их до идеального состояния. О, я узнаю Ромину винтовочку. На линии фронта он с ней бегал. Это у нас МТВ-эха. Да, это МТВ-эшка. Одна из первых, которые мы вытащили в Россию. Это было давно-давно. Мы их еще заказывали почтой России. Представьте себе, как были времена. То есть можно было прям с сайта Ульверин заказать почтой приходило. И первые две винтовки были именно вот эти вот. Это одна из них. Я смотрю тут всякой оснастки дофига. Это у нас сверлышко есть. Тут у нас, я вижу, фиан стоит. Какая-то хрень в каких-то... Это секретный ингредиент дозы. А, это он и есть, да? Я понял, ладно. Про это мы расскажем. Я понял, да-да-да. Так, это у нас что? Наверху висит тоже МТВ-эха. МТВ-форгет. Во сколько МТВ вообще? Четыре. Четыре МТВ? Четыре МТВ-шки у нас всего. А ниже замаскированное, что это? Ниже это механическая система. Моя марксманская винтовка. Там стоит внутри механический медведь. Одна из самых первых версий, которая дорабатывалась до последней. И приклад-баллон. Я вижу, там тоже фоксир стоит. У нас на всех винтовках мы используем фоксир. А прицел у вас от Локена или этот? Нижний от Локена, верхний Made in Japan. Вортекс. А, это оригинал Вортекса? Да. Прикольно. Приклад-баллон и вижу редлайновский, да, стоишь? Да. Глушители тоже напечатаны на 3D принтере. Так, дальше посмотрим, что у нас тут еще. Это что такое? Это малыш 3D принтер. На нем печатаем пробные модели. Это такой тестер в печати. Это лазер-маркер, который маркирует на приводе всякие интересные штуки. А, то есть вы себе чекухи можете лепить любые, какие хотите? Понятно. Так, у нас дальше полка с какими-то ништяками. Патроны из винтовок G-Spec, они шли вместе с винтовками брелки. А, я понял, это с Маруевскими этими, ВСР-ками. Так, стой. Да, оставляли на память. Видите, я на всякий случай показываю, что это игрушка, а то вы подумаете, что это настоящий. Вот он. Так, 3D-сканеры. Где 3D-сканеры? Вот 3D-сканер стоит. Для чего он вам? А, я понял, вы сначала можете взять объект, скопировать его и напечатать на 3D-овинтере. Абсолютно верно. А это что у вас за винтовки? Это что такое маленькое? Это нам подарили сувениры на выставках. Какая-то СВД у вас тут странная, честнее. Кончик немножко. Болел. Болел. Так, дальше идем. Это что у вас тут здесь такое? Я вижу, у вас фотополимерная. Фотополимерная печать. СЛА-принтеры. Здесь мы отливаем модельки, также проставки, всякие интересные штуки для винтовок. А, я знаю, то что вы для дозы, вам нужно там точно эти, ну, в стволе, который вставляется для заливки. Обычные, грубо говоря, вкладыши. Нам нужны были колечки для глушителей. В общем, мы придумали их вырезать лазером. Берем поролон. И вот вы можете заметить, такая вот штуковина. Мы вырезаем нужного нам размера, диаметра. В общем, очень-очень удобная штука. Ну и всячески, можно плюшки делать полезной. Гравировку и в целом в хозяйстве штука нужна. Можно даже очень тонко на картонке напечатать. Здесь можно помыть руки. Еще один фотополимерный принтер, еще один фотополимерный принтер. Это помоечные ванны, это мелкие всякие детали, запчастюльки, болтики, гаечки разных размеров. Вот эти принтеры, два профессиональных принтера, которые делаются самые лучшие модели. Это отечественные производители. Я думаю, что это два конкурента. Picasso и Hercules. На них мы печатаем мастер-модель. То есть, это самые точные принтеры, которые работают практически со всеми пластиками и материалами. Даже пик, который разогревается до 370 градусов. Я на всякий случай поясню. Парни, вот это все взяли для того, чтобы делать тюнинг для себя. Всякие детальки для себя. Ну и, соответственно, заниматься дозой. Доза, как он был придуман? Это комплект силхопа с собой в полевых условиях. То есть, мы всегда этот комплект берем с собой. Потому что бывает на 40-часовых играх, двухсуточных играх, когда нужно очень срочно заменить силхоп, перелить. Бывают такие всякие технические трудности. И мы раньше брали с собой чемоданы инструментов, чтобы можно было отремонтироваться на игре. И мы подумали, что мы всегда берем такой набор. Почему коробка такого размера побольше? Мы сюда с собой берем дополнительный какой-то инструмент. Там еще ножики, еще что-то. Основной набор для создания силхопа находится уже здесь. Два компонента для силикона этого. Ну мы отдельно сделаем обзор на эту штуку, чтобы вы видели, как это все устанавливается. Но в целом, все остальное у них тут для того, чтобы просто тюнить свои пушки. То есть, реально у них тут наборы инструментов, 3D принтеры, какие-то проектировочные станции. Еще самая интересная наша маленькая разработка. Мы сделали именно самая важная часть, сушилка для пластика. Переделали сушильную камеру посуды под сушилку пластика. Такой запах сразу пошел. Вот такие тут технологии. Так что, вот что стоит за кулисами этих всех точных выстрелов, протюненных винтовок и так далее. При этом ребята не занимаются тем, что тюнят кому-то привода. То есть, они только тюнят, только себе. И выпускают какие-то готовые мелкие вещи, которые можно купить и сразу использовать. Также своим опытом мы делимся в телеграм-канале, который создан общий чат по страйкболу. Единый страйкбольный чат в телеграме. Многие про вас уже слышали, кто подписан на канал. Там есть снайперский чатик. Они постоянно там сидят, могут ответить на какие-то вопросы, особенно новичков. Я много раз это видел. За что огромное спасибо. Я знаю, что эта штука максимально неблагодарная. Хочешь там насмешить вселенную, расскажи о своих планах. Но мы все-таки сейчас анонсируем пару видосов, которые мы задумали. То есть, первый видос мы снимем. Такой живой обзор вот на эту камеру. Это ранкам. Наверное, самое готовое решение для того, чтобы поставить на снайперку, чтобы снимать геймплей от первого лица. И мы снимем инструкцию. Я попросил парней, чтобы они наглядно показали, как они сами устанавливают вот этот вот набор. И еще попросил, чтобы они показали, как они дорабатывают стволики. То есть, под использование вот этой штуки. Это делают многие, но многие делают неправильно. Увидимся в прицеле. Пока. Хорошей охоты.